Вместе с местными депутатами, представителями Совета домов и районной администрации проверяет благоустройство территории депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он ознакомился с тем, как в Щелковском районе выполняется губернаторская программа формирования современной комфортной городской среды. Мы в очередной раз соприкасаемся с вопросом выполнения большой программы городская среда. В ней самое большое количество подпрограмм. Это и благоустройство дворовых территорий, подъезды, освещение, парки, внутридворовые дороги, внутриквартальные городские дороги, спортивные, детские площадки и так далее. То есть вот эта программа, решение которой снимает вопрос у жителей о комфортном, безопасном проживании. В Щелкове Владимир Шапкин осмотрел игровые и спортивные комплексы по нескольким адресам. В том числе вместе с депутатом горсовета Игорем Школьным побывал во дворе на первом советском переулке возле дома 5А. Работы, которые были здесь выполнены, позволили развернуть для юных жителей и их родителей детскую площадку, оборудованную новыми игровыми элементами. Замена забора. Здесь был такой вот забор. Все заросло. Спросили, просили. Мы все-таки нашли финансы. Все, спасибо депутату нашему. В Щелковском районе комплексное благоустройство дворовых территорий ведется с опережением, сообщила начальник отдела по вопросам благоустройства районной администрации Юлия Горячева. У нас в Щелковском районе уже полностью завершено два этапа комплексного благоустройства. В первый этап мы сдали по району 5 адресов, как и положено, это 10% от 51 дворовой территории. Сейчас завершился второй этап и мы сдали 17 дворов. Владимир Шапкин по каждому адресу, где ему удается побывать, выслушивает пожелания жителей. Это позволяет сделать выводы о том, какие коррективы надо вносить в дальнейшие планы по благоустройству территории, не только в нашем районе, но и в других муниципалитетах. Нам говорят, ну хватит детских площадок, их много. Давайте для подростков спортивные комплексы, вот как этот воркаут, силовыми, игровыми, где-то может быть корты для хоккея, где-то может игровую площадку, мини-футбол, волейбол, баскетбол и так далее. С другой стороны, нам молодые мамочки и пожилые пенсионеры, наши ветераны, просят зоны отдыха. Есть противники этому, есть кто и за. Здесь надо как-то подойти рационально. Владимир Шапкин отметил, что в случае увеличения количества во дворах игровых комплексов для молодежи, одновременно необходимо оснащать многоквартирные дома камерами видеонаблюдения, что, собственно, и является неотъемлемой частью под программ «Безопасный город и безопасный подъезд». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».